За последние несколько месяцев в Роблоксе появилось несколько очень популярных режимов по теме аниме. Аниме Defenders, которое набирало 250 тысяч человек онлайн. Сейчас игрушка немножко скатилась, 150 тысяч онлайн. И буквально несколько дней назад, там или неделю назад, появился новый режим по типу аниме Defenders. По крайней мере, вот я зашел впервые в этот режим, и мне почему-то все очень привычно. Ребята, это аниме OneGuard. Если поддержите видео своими лайками, буду снимать для вас продолжение и прокачиваться. Потому что в аниме Defenders я неплохо так прокачался, правда снимал видосы на своем втором канале. Поэтому, ребята, от вас поддержка в виде комментария, в виде лайка. Ну и, конечно, ребята, давайте пройдем какую-то... А, мне выбрать нужно. Окей, ну давайте в начале игры нам предлагают кого-нибудь выбрать. Вот эти все персонажи, такое ощущение, как будто из режима в режим перемещаются. А вот этот Року был в том режиме. А мне кажется, разработчики даже особо не заморачиваются. Просто персонажей перекидывают из одного режима в другой. И те же самые параметры с дамагом, с орейнджем и прочим. Окей, ребята, первого персонажа мне дали. Здесь у нас валюта Йены. Блин, не так давно, по-моему, еще один какой-то режим супер похожий на этот был. Ну вот реально, такое ощущение. Вот я первый раз захожу, такое ощущение, как будто просто редизайн делают и все. А так, по иконкам примерно все то же самое. А так, ребят, зашел в игрушку. Что у нас здесь есть? Есть ачивки. Соответственно, нужно выполнять различные квестики. Участвовать в соревнованиях. И, соответственно, получаем за это награды. Юнитов мы с вами одного получили. Магазинчик. Конечно, за робоксы здесь... Но здесь, кстати, в этом режиме намного... Хотя нет, здесь гемы, валюта. Хотя нет, гемпассов все равно здесь чуть-чуть побольше. За счет того, что здесь какие-то пассы появились в аниме Дефендерс. Вроде как поменьше этого всего было. А есть начальный набор. Здесь и Галду предлагают. Гемасики, трейты, антакролы, что бумбини, да? А для моих юнитов накидать и сорока каких-то эссенций. Вот, камешки какие-то. Окей, ладно, давайте смотреть, что, ребята, здесь еще интереснее. Ква коллектор. Здравствуйте, сенсей. Окей, так, что ты мне предлагаешь? Конечно, хотел посмотреть, это индекс. Всего 44 юнита на данный момент. Так, одного мы с вами получили. Из-за него мы получаем 10 гемов. Я так понимаю, да, за каждого юнита. А в этой коллекции вы можете забрать какое-то количество себе гемасиков. Ну, окей, первые гемасики в этом режиме у меня уже есть. Это у нас, я так понимаю, секретные юниты. Вот, кстати, навестись нельзя посмотреть. Да, это, походу, секретные, это мифические юниты, легендарные, эпические и так далее. Окей, где мы этих юнитов? Так, вон там человек. А, как раз вот здесь мы можем делать круточки. К человеку подходим. И, соответственно, ролем здесь прокрутки. Небольшой гайд нам тут надо было сделать. Гемчики мы получили. Для того, чтобы можно было делать ролки. Так, стандартный баннер. Баннеры тоже самое, как в том режиме, ребят. Просто реально графику немножко поменяли. Так, индекс. Что у нас здесь падает? 2,5% мифики. Здесь 20%. А, я понял. Короче, шанс 0,5% на мифика. Но среди мификов есть разный шанс на разные, собственно, мифики. Какие-то редкие есть, какие-то не очень редкие. Вот тут 51% тоже, блин. Вот я забыл, как оно называется. По имени. Но, по-моему, такой же юнит был. 75% на рарке, но разница большая только с мификами. У легендарка и других примерно равный процент. Так, давайте посмотрим, сколько мне тут 25 гемов. А сколько стоит этот баннер? 500 за 10 и 50 за 1. К сожалению, я не смогу сейчас ничего купить. Нет, в магазине покупать не собираюсь. Секретные юниты будут на 10 левеле. Шайни тоже на 10 левеле. Шайни Хантер отдает нам без разницы. То есть, если я Шайни Хантер куплю в геймпасе, то левел качать уже не нужно. Окей, ладно, геймпасы покупать не буду. Мне нужно, ребят, напармить еще каким-то образом 25 гемчиков для того, чтобы вместе с вами от первого юнита себе купить. Я, кстати, даже в группу разработчика пока что не вступил. Я, кстати, в группу разработчика пока что даже не вступил. Может быть, за это мне дали что-нибудь интересненькое. Эмоции. Что за эмоции нам здесь предлагают? Ага, эмоции тоже нужно выбивать. Блин, прикольно. Вот это классные эмоции. То есть, для моего персонажа будут разные эмоджи. Ну окей, ладно. Здесь пока я не могу ничего купить. Да, я не владелец. Но это интересно. Такого не было. А так, челленджи мы с вами чуть побольше посмотрим. Рейды. То же самое. Бегать, да, могу. Так, здесь что такое? Сразу вижу кнопку получить награда. Но наград здесь у меня нет. Да, мне нужно сначала апнуть свой левел. Пятый, десятый и так далее. И за каждый левел я буду получать награды. Стат реролл. Так, давайте посмотрим циан. Так, что ты мне дашь? Да давай быстрее говорить так. А здесь мы можем то же самое накручивать статы юнитов. То есть, делать роллочки и соответственно разные ABCD и E. Да, наверное. Так, ну окей. Но это делается уже для каких-то там мифических. А вот, видите, какой мне чип дали. Максимальная quantity 100. Но пока что, ребята, мне особо-то и некого ролить. Но ради рарочки я думаю, что смысла нет никакого. Так, здесь у нас саплей. Здесь у нас что такое? Атрейты. Тоже выбираем юнита и накидываем на него умения. Так, ну это то же самое, что и было. Да, спасибо стартовые мне дали. Но опять же, ребята, для рарки нет смысла это делать. Так, эволюция какая-то. Здесь что можем? Крафт эволюции. Блин, то же самое. Офигеть. Кто играл хоть раз в аниме Дефендерс. И хотя бы чуть-чуть там разбирался. Тот понял, в чем суть. Так, 15 гемов мне дали. И мне еще где-то десяточку нужно получить. Да, крафта. Все то же самое. Ладно, ребята, где-то десяточку мы с вами должны получить. Например, в первой каточке. Сейчас пойдем поиграем. Посмотрим, что же здесь делать нужно. Вот. Но почему-то мне кажется, что то же самое, что и в аниме Дефендерс. Ну, не знаю, по привычке буду сравнить этот режим, потому что, ну, они, блин, максимально похожи. Индекс Энеми. О, как раз 15 гемов мне дали. А здесь у нас, получается, боссы. По разным картам. Кстати, карты называются не так же. Нет, по-моему, другие названия. А в каждой карте есть боссы. Соответственно, всех их нужно пройти и получить за это еще, наверное, немножко гемасиков. Но, ребята, у меня есть 55 гемов, а давайте первые юниты себе купим. А я вот так могу сходить? А, это просто телепортик как раз в эту зону. Итак, с первого открытия мне попадается мифик. Ага, эпик. Ну, тоже, наверное, не самый плохой вариант. И дэмидж есть, и колдаун, и рейндж неплохой, скорее всего. Гена какой-то попался. Так, мне сразу нужно гену экипнуть. Да понимаю я, как играть. Так, и второго тоже экипнул. Получил еще 15 гемов за это. Ладно, предлагаю. А, предметы еще какие-то есть. А, предметы это вот это еда, материалы и прочие ништячки, которые у меня есть. Арены. Челленджи, эволюция, плей. Так, ладно, мне это не нужно. Хотя можно вот так вот на плей телепортироваться. И посмотрим, что здесь мы с вами сможем сделать. Так, выбираем. Естественно, нормальный режим. Здесь награды. Голду получим. Гемчики получим. Принимаю. Стартуем. И, собственно, погнали. Посмотрим. Ну, я думаю, что, опять же, ребята, все то же самое. Но вот, судя по заставке, вообще никаких отличий не будет. Вот отсюда они идут. Сколько дают? 600 дают. Но я сразу вот так вот эпика вначале поставлю. Так, окей. Что здесь можно делать? First. Так, апгрейды можно делать. Показывается. Ну, так пока что нормально. А так, пассивочки какие-то есть. И плюс. У меня вопрос. Есть ли как-то скип волн? А, не автоматически скипаются. То есть, нигде в настройках мне этот параметр ставить не нужно. Окей, ладно, ребята. Давайте попробуем быстренько закончить с этим. Так, давайте я второго поставлю. Одного прокачаю. Чуть-чуть. Да еще апгрейдик сделаю. И еще один апгрейдик сделаю. Давайте я быстренько пройду все 15 волн. Надеюсь, они будут 15. И потом вернусь к вам. Так, в принципе, выглядит все. В принципе, то же самое, что и было в аниме Defenders. В левом нижнем углу нашел шестереночку. Так, где автоскип? Все, автоскип поставил. Все, теперь все дело будет намного быстрее. Юнитов я двух пока оставил. Но попробую их прокачать по максимуму. И у них параметры достаточно плохо прокачиваются. А так, уже седьмая волна. Практически, ребята, середина. Ну и все, последняя пятнадцатая волна. Пока что проблем никаких не было. Двух юнитов своих по максимуму прокачал вот этих. Этого тоже поставил на максимум. Ну давайте, денег у меня много. Могу еще поставить еще одного и прокачать его по максимуму. На всякий случай вдруг пригодится. Так, мы ждем у вас самого последнего финального босса. Какой-то там огромный должен быть боссяра. Не знаю, какие-то проблемы будут с него или нет. Надеюсь, нет. Менедж юнит. Еще кнопочку здесь нашел. А, мои юниты. И, соответственно, прокачка. В целом все то же самое. Я тут чуть-чуть походил по локации. Побегал, посмотрел. О, во, какой-то босс. Супер сильный. Но, блин, ну насколько сильный, не знаю. Для начала, в принципе, без проблем с ним справился. Ну локации такие достаточно большие. Так, получил я... Что такое? Гем мифик. Что-то я там получил. Так, голду получил. Еще... Еще еду получил. Окей, я выхожу в лобби. У меня есть 160 гемов. Даже чуть больше. Их сейчас попробуем потратить на новых юнитов. И ачивочку, кстати, какую-то я выполнил. Еще немножко гемов получил. И плюс коины. Так, окей, даже 205 у меня. И я смогу купить себе сразу 4 юнита. Поехали. Давайте мифика прямо сразу сходу. Так, рарка. Неинтересно. Следующий. Падает, падает. Так, неинтересно. Наруто. Не надо. Мне мифик нужен. Какой-нибудь мифик. Так, сосуки тоже не нужен. И последний, последний, последний. Кто? И еще один. Наруто. Так, я могу их продать нафиг? Так, кто-нибудь из них полезный есть? Так, ну, Наруто. Дэмэдж 45. Лучше, чем вот этот. Кстати, они уже на втором уровне. А колдаун тоже получше. И плюс. Да. Лучше, чем вот этот Року. Так, сосуки. Хуже получается. Джо тоже хуже. И плюс. А, и что? Рестарт сервера? Какое-то обновление, что ли, произошло. Меня взяло и перекинуло. Нифига себе. Ачивку мне предлагают. Еще 25 гемов. За то, что я юнитов выбил. Вот так вот. Ну, и судя по всему, Наруто это лучший вариант. Поэтому Наруто я тоже кипнул. Тем более, у меня как раз три места. В общем, друзья, вот такой видосик. Знакомительный. Если, конечно, поддержите лайками, то я думаю, что без проблем. А попробую попрокачиваться. Тем более, есть опыт уже в подобных режимах. Забираем 25 здесь. Ну, и плюс по десяточке здесь. Давайте приму. Ну, и последнюю, ребята, круточку сделаю. Вот перед тем, как закончу сегодняшний видос. Давайте еще одну круточку. Потому что мифику очень хочется. В общем, ребята, поддержите видео своими лайками. Руки у попался. Ну, статы не очень, на самом деле. В общем, друзья, обязательно поддержите лайками. Обязательно подписывайтесь на канал. В телегу обязательно подписывайтесь. Если, возможно, там будет какая-то интересная информация. Может быть, я буду даже стримчик по этому режиму делать, если будет действительно большой актив. Желаю всем удачи. Пока-пока. Йоу.